Ну что, Айдар, рад тебя видеть. На взае мы рады и бачить всех глядачев наших. Всем привет. Всем привет. Мы с тобой сейчас общаемся на фоне, наверное, переломных событий в этой войне. По крайней мере, так говорят все ведущие эксперты. Сейчас, так сказал сейчас один из сенаторов-демократов в Соединенных Штатах, что вот это наступление украинских военных на Курскую территорию может стать действительно переворотом в этой войне. Может стать. Но станет ли? Как ты полагаешь? Вот ты разделяешь этот оптимизм или нужно посмотреть еще хотя бы две недели на то, что будет происходить? Я вообще против оптимизма. Я за реализм и за то, что не нужно выдумывать того, чего ты не видишь. Вот хорошо, что эта операция была абсолютно тайная, но все видели, что никто ничего не знал. И всех застало врасплох. И демократов, и республиканцев, и всех в мире политиков, и в Украине тоже. Это прекрасно. Это говорит о качестве подготовки операции украинским бенштабам. Просто браво. Сырскому и всем причастным. Вот это первое. Второе. Мы не знаем ни конечных целей, ни что в итоге выйдет. Можно сейчас набрать кучу лайков, сейчас заголовок поставить, что там засову возьмут Курск, и мы с тобой, наверное, наберем тут миллион просмотров. Но мне кажется, это лишнее, ни к чему. Надо говорить о том, что уже видно. А видно, например, политическая часть видна. То есть вот этот айсберг эффекта, видна его политическая часть, видна его смысловая часть. И, например, вот заметьте все, кто нас смотрит, что сейчас уже нельзя назвать вот эту войну войной в Украине, Ukrainian war, как писали, да, или конфликт in Ukraine. Так уже и не катит, потому что уже не in Ukraine, да, это уже полноценная российско-украинская война, где Россия агрессор, а Украина сопротивляется агрессии и наносят ответные удары. То есть вся эта терминология, такая ляцкая достаточно, которую мы видели, кстати говоря, с 2014 года. Я еще помню, мы зашли в Париже в агентство France Press, и там у них карта, онлайн-карта, они хвалились. И там было написано много всякой чепухи про территории, контролируемые людьми, которые симпатизируют Россию. Вот такие там были. Но и вот это Ukrainian conflict, да, украинский конфликт, это очень такая ляцкая формулировка, позорная такая, она очень много чего вреда нанесла. И сейчас уже все, ЗСУ перевернули эту страницу, теперь хочешь, не хочешь, но если ты объективной СМИ, если ты работаешь по каким-то стандартам, должен писать Russian Ukrainian war. Все, конфликт уже не конфликт, и не конфликт, и не в Украине. Это полноценная война двух государств, одной из которых на другую напала, переходящая в другую стадию. Насколько эта стадия неотвратима, необратима, глубока, и что дальше будет, мы даже гадать не будем. Но я не буду, по крайней мере. Может быть, ты владеешь другой информацией, какой-то более глубокой. Но мне достаточно того, что сейчас, на данный момент, что изменена вся парадигма этой войны, перейдены все красные на хрен линии, что, слушайте, мы там в ядерный пепел всех снесем, а тут 600 километров до Москвы, и что в пепел? Что случилось-то? А где там Медведев? Достаньте его из-под стола, пусть нам покукарит кто-то. Медведев недавно выступил таки, но это было, правда, в первые пару дней, когда, видимо, еще российским востям казалось, что они могут купировать ситуацию. Так вот, он сказал, что Украина заплатит, и, кажется, он даже угрожал чуть ли не украинскому руководству. Что ты надо сказать? Ну, это же последние дни, говорят, что будет на день независимости, будет страшная атака, они все разнесут, значит, все центры принятия решений там и так далее. У меня вопрос, а что им мешало сделать это? Что Путин раньше не хотел побеждать, что вот сейчас только захотел захватить Украину, а тогда вот 2-3 дня он не хотел, да, когда еще ПВО не было. У него не было такой цели, что случилось? Что нового принесла эта фаза войны в желании Путина уничтожить Украину? На мой взгляд, ничего. Мне кажется, все, что он мог, он уже сделал. Дело в том, что действительно удары наносились, и они были очень беспощадные. Очень много электроэнергетики положил, очень много разрушений было до того, как в Украине появилось ПВО. Сейчас, конечно, легче стало, но тем не менее, сейчас разрушение. Ну, смотри, он, конечно, он попробует еще раз, конечно, он попробует еще не один раз, да, но вопрос в том, что Украина будет сопротивляться, то есть это не легли, распластались, нате нас убивайте, такого нет уже. И такого и не было в плане духа, но такое не было в плане средств. Было в плане средств. Сейчас в плане средств они не могут нас распластать. Да, они могут попасть, грубо говоря, на какой-нибудь кинжал, условно, если пробьют оборону, если нам донесут какой-то комбинированный, хитро-планированный удар в Верховную Раду, например, в Осип Президента. Чего они этим добьются? Разрушение зданий в центре Киева? Ну, хорошо. Вот даже, предположим, самый худший вариант. Вот они добились этого, да, вот они по центру принятия решений, вот прямо по архитектурным памятникам они ударили, да. Вот, к чему это приведет? Это приведет к увеличению поддержки Украины, больше ни к чему. Как и всегда во всех таких случаях, когда они наносили специально или случайно удары по жилым зданиям, по больницам. Ну, у них все наоборот. Вот смотри, вот последний удар ты журнализировал, наверное, я не все смотрю, к сожалению. Хотя всем рекомендую смотреть Сашин канал, он очень трезвый, очень оперативный, очень классный. Вот, но вот когда был удар по Ахмаддиту, да? Да. Для чего он был? Это вот, это классический удар гибридной войны, когда наносится физический удар по зданию, вот это конкретно по больнице, конкретно по детской, и на следующий день за 500 долларов, как я говорю, может за 550, выползают эти инстасамки, инстаграмеры, которые в жизни про политику ничего не писали, но просто их удалось купить в Украине через телеграммы, через какие-то там деньги. Они выползли и говорят, все, давайте сдаваться, детей жалко. Причем единовременный хором, причем, кстати, профессиональное журналистское сообщество их даже не знает. То есть это нужно специально, я так понимаю, наблюдать за подобными блогерами, которые обычно про жизнь, они называются, ну, как бы, у них блоги про жизнь. Ну, обычно про жопу, про губы, там, про... Про всю жопу, да, то есть, может быть, это какие-то техно-блогеры, я не знаю. И тут они все хором вдруг, никогда в жизни действительно не занимались политическим анализом, но они вдруг запели, что, да, вот сейчас вот пришло время, похоже, задуматься, потому что завтра будут новые больницы. Ну, ну, и смотри, хором запели, вот вы тоже заметили, зрители, что запели хором хорошие русские, да, по всему миру, что пора прекратить кровопролитие, все люди гибнут, надо перестать стрелять. Это все такое впечатление, что скремлят такие, все готовы, все нормально, пуляем в детей, а вы давайте войте тут. И хор этих плакальщиков пошел, понесся. Это вот такая классическая такая атака. Обратите внимание, кстати, что это произошло ровно после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объездил весь мир, то есть Киев, Москва, Пекин, потом Трамп. И он в своем письме, он официально говорил, что вы знаете, да, даже не в письме, а в интервью, которое он дал, что вот если сейчас вот мир срочно не установить, то всем конец. То ближайшие 2-3 месяца будут страшными. Да, страшными. Страшными, да. Ну, какие слова на бумажке? Ну, он был прав, они действительно страшны. Вопрос для кого? Да, все не так легко и смешно, но смеяться над Орбаном не грех. Это такой, знаешь, это такой путинский куртизан такой. Вот он куртизанскими действиями занимается. Куртизанят по всему миру. Ходин, значит, то от него, а в него задницу вытрет этот фюрер, то это в Китае. Мне, кстати, интересно посмотреть, что с ними со всеми будет, если Трамп проиграет эти выборы. Я посмотрю на Орбана, посмотрю на всех этих товарищей. Но мы загадывать не будем про Америку, а так, да, вот это была накачка. Орбан тоже часть, Орбан сделал прелюдию. Такая очередность была. Орбан пригрозил, потом был удар по детской больнице, а потом был хор мальчиков и девочек-зайчиков, припевочек. Ну, это все примерно в одно время, это все как бы один и тот же фон. Но я хочу напомнить Виктору Орбану, что сейчас, как это называется, газоизмерительная станция в Судже, если что, под контролем ВСУ. Так что, поскольку Венгрия, насколько я понимаю, это практически последняя страна, или одна из последних, которые сидят на российском газе, таких почти не осталось. Плюс еще, кстати, нужно напомнить ребятам в Венгрии и в Словакии, что и нефть тоже идет через украинскую территорию. В принципе, украинцы могут санкции не только против российской нефти для Венгрии ввести, они могут еще и санкции против российского газа ввести. Ну, на самом деле, и Венгрии, и Словакии выживут, конечно, без нефти, без газа российского. Конечно, выживут, туда не идем. Просто это будет другая немножко цена. Просто оборвется такая тонкая чувственная связь. Вот тогда все потуги Орбана за Рефицу, за Путина, они будут уже выглядеть чисто романтической любовью. Просто вот даже не за деньги, а просто такая... Я думаю, что они в ту же минуту прекратят свою программу выступления. Потому что, ну, не делается такое бесплатно. Понятно, почему. Нет, они не прекратят никогда. Потому что русские, пока русские вливают деньги, пока этот хор оплачивается... Ну, если оплачивается. А если газ больше не идет по такой цене, то есть если он вообще не идет, допустим, из России. Потому что ты что-то серьезно думаешь, что Орбан мог продаться за какой-то газ? Он продается целиком и полностью, душой и телом. То есть идеологическая единственная? Конечно. Тут близость душ, она... Ну и денег. Нет, деньги они все любят. Я просто знаю, как они это делали, представляю себе, как они раздают реально чемоданами деньги. Просто чемоданами вот в этих всех культурных представительствах, в этих всяких там домах Москвы, домах там России, которые до сих пор действуют. Тут в Белграде, наверное, в Венгрии тоже действуют. Наверное, в Братиславе есть какой-нибудь центр узкой культуры тоже с чемоданами денег. И я думаю, что... А этот-то вообще, парни, уже писали, что он вообще связан с Солнцевской ОПГ недавно. Ну, по манерам очень похож. Вот на самом деле. Фицца не знаю. Фицца это какой-то подсвинок. А вот это такой серьезный кабан такой, из 90-х такой настоящий. Да, значит, что я хотел спросить тебя. По поводу России, да, вот смотри, кажется, сломлен миф о 28-ми панфиловцев. Так их и не было никогда. Они вообще казахи, и вообще все это придумали. Сейчас казахи, кстати, очень радуются за Украину. Ну, такие нормальные казахские казахи. Которые с нагайками, ну, чтобы вот... Да, которые рассказывают русским, что нужно учить казахский язык или надо домой продвигаться. Которые рассказывают, что нельзя жить как свинья, вести себя как свинья. То есть казахам, на самом деле, я по казахам вижу, казахский национальный дух, он очень сильно поднимается. И не зря, абсолютно, ну как не зря, это причина, понятно, почему убили Айдоса Садыкова в Киеве. Мы его знакомы, хорошего, я с ним делал интервью, и он со мной, и, к сожалению, мало с ним виделись. Надо было больше общаться, наверное, но... Потому что интересно Казахстан, реально интересно. Это страна, которую, вот на самом деле, мало кто понимает, а там очень много недовольных людей. И Украина для них тоже является таким допингом свободы для казахов таких вот идейных. И то, что у него был канал, там миллионы зрителей, учитывая, что в Казахстане, по-моему, 17 миллионов вообще людей. Это очень много. Это очень много, да, и убийства, ну наверняка, это разберутся в правоохранительные органы украинские. Уже расследование в украинской правде было, кто это все. Это, конечно, сильный враг, как бы, тамошнего режима. Мы так не замечаем этих, ну нам-то что, в общем. Хотя, так посмотри, Казахстан, через Казахстан, наверное, идут какие-то потоки тоже на Россию, как и через там вот эти все третьи страны. Идут, и в большом количестве. Ты об этом, кстати, говоришь, где вот обходят санкции. Ну, Казахстан, это одна из стран, которые действительно, насколько я понимаю, до сих пор предоставляют. Не знаю, в каком сейчас объеме этот параллельный импорт через него идет. Но раньше и об этом постоянно говорили. Ну, там еще Грузия, Армения. Это уже поменьше, но, в общем-то, да, Россия получает свой параллельный импорт. Правда, сейчас сложнее стало, то есть санкции усилились, потому что введены были вторичные санкции. Все равно, вот, как я знаю по цифрам, в Турции практически полностью этот поток иссяк. Но он идет, безусловно, да, в Китае на 20%. Этого недостаточно, но обрати внимание, что все-таки, насколько я понимаю, может быть, я ошибаюсь, конечно, но я просто вижу по факту, вот, по факту атак ракетных. Россия, кажется, меньше стала ракет производить. Потому что, вот почему она в последний раз, например, опять северокорейские ракеты использовала для удара по Киеву? Потому что ракеты она сама производит недостаточно, и терроризировать она готова старыми северокорейскими ракетами, или просто плохо сделанными, да, которые неточны. Они не старые, они новые, кстати, да, они сделаны... Но они более низкого качества? По-моему, они более низкого качества. Их не жалко потратить просто по Киеву, потому что неважно, куда попадешь. Там цель террор, да, убить людей. А вот искандеры, которые делают Россию, они тоже не очень точные. Это, кстати, недавно спасло, в частности, вот группу Жилинса, правда, погубило мирных жителей. То есть ударили... Это имеется в виду, когда атаковали литовских волонтеров на востоке Украины? Да, да, да. То есть прилетело две ракеты, оба промахнулись, но убили при этом мирных жителей. Да, ну там отклонение 100-200 метров. Но это все-таки, как бы сказать, такая русская рулетка иногда попадает. А корейские еще менее точные, да? А северокорейские точно до сих пор неизвестно. Ну, естественно, все, что говорят украинские источники, то, что они очень левые, они мажут. Но если ты... Но если по агломерации городской... Если, да. Суть в том, что ракет Россия производит не так много. Каждая искандера это в дефиците. И, конечно, если они их тратят, то они их тратят именно на военный актив. Правда, украинцы сейчас очень здорово начали на муляжи ловить. То есть, вот сейчас в этой, в Курской операции уже два муляжа было, да, использовано. И, значит, вот эти Z-блогеры распространяют видео, как они уничтожили ARIS-T, ну, систему... Фанерные копии. Как они уничтожили M270, а-ля HiMars, но только это на гусеничных этих платформах. Так вот, да, макеты, то есть 3 миллиона долларов в обмен на макет стоимостью 5 тысяч долларов. То есть, ну, это вот одно из таких вот, да, асимметричных инструментов Украины, которые Украина использовала всегда. То есть, Украина в этой войне держится потому что... И даже побеждает, да, на отдельных участках, потому что она демонстрирует большую изобретательность. То есть, она невероятные вещи делает, и в итоге, да, подробно она вышла вперед, муляжи, макеты. Вообще, это ее конек, при том, что отчасти выигрыш здесь перед россиянами за счет чего? За счет того, что у россиян нет элементарной радиотехнической разведки. То есть, если бы она у них была, то, конечно, они бы смогли отличить муляж от не муляжа. Можно отличить? Можно, да. То есть, это показывает, насколько на самом деле у России все плохо с радиотехнической разведкой. То есть, Россия ведет несовременную, очень архаичную войну. Слушай, но, насколько я знаю, у них очень сильные рэбы. Рэбы, да. Но и с рэбами тоже, в общем-то, как я понимаю, научились разбираться. Последняя новость в том, что, оказывается, в ходе Курского наступления... Подавили сначала. ...ключевой, ключевой фактор успеха нападения на Курщину и успешное нападение, это британские дроны. И британцы об этом сказали официально, вот газета писала накануне. При этом не поясняя, что это за дроны, что они вообще там делали. То есть, дроны радиоподавления? А вот я не знаю. А вот как они... Ну, они то, что мы все знаем, это то, что украинцы захватили в первые часы, даже дни вторжения, полный контроль над небом. Россия была ослеплена на всех уровнях, дроны не смогли остановить. Потеряли авиацию немало, потеряли много ПВО, это сами российские источники говорят. Поэтому, конечно, ну, здесь что-то поменялось очень серьезное, украинцы что-то получили, может быть, в не очень большом количестве. Но вот если это сосредоточено на каком-то участке, то можем добиться очень... Вы это знаешь, что там завыли блогеры, Z-блогеры в Крыму? Такой есть, такая есть истеричка, ну, такой умственно отсталый немножечко, но он писатель такой, Z-писатель какой-то там, Платон Беседин. Он когда-то пытался там пролезть ко мне в дружбу еще давно-давно там, ну, я не знаю, сколько сейчас ему лет, тогда он был вообще там молодой совсем. Так он сейчас написал текст, я смотрю, Платоша, Капитоша, что ты пишешь? Вот, он пишет, что, к сожалению, должен сказать, что всем... Я останусь в Симферополе до конца, но всем я рекомендую, типа, готовиться к худшему и уезжать. И вот он один останется в Севастополе, в Севастополе, видите, как говорится. В Севастополе останется до конца, будет там отстреливаться. Не, ну и Симферополь тоже, это же, собственно, все... Ну, он просто, типа, Севастополь, город русских мудаков, вот, моряков, я прошу прощения. Вот, значит, он, типа, будет до конца там стоять, но хотя это такой трясущийся холодец, такой с какашками, но вот он очень грустный, а у него, видимо, такие перепады настроений. Настроение было, наверное, не очень хорошее, ну, после всех этих событий. Он сказал, что, типа, ребята, надо собирать манатки из Севастополя. И это единственный раз, когда я с ним соглашусь, надо собирать манатки. Это правда. Как не хочется уезжать из Теткина? Теткин, это, знаешь, да? Зачем туда было приезжать? Зачем туда приезжать было, да. Понимаешь, вот еще раз, что происходит в России? То есть, один из каких-то там российских, я не знаю, Z, чего он, то ли военный, то ли он блогер, то ли кто, ну, Z, он винит курчан, курян, я не знаю, да, жители Курской области, мужчин, да, что они бегут оттуда, говорит, подождите, говорит, ну, вы машинами можете помочь, вы можете помочь, если там не оружием, да, вы можете помочь там подвозам, провизии, еще чего-то, скажи, пожалуйста, ну, а где же вот это вот, ну, не знаю, единство русских, желание их защищать свою территорию, свою страну и так далее. Вот этот миф, получается, разрушается. Ну, так есть такое, вот, с задним умом крепкие, с задней стороной смелые, вот, они не будут защищать, ничего не защищать не будут, когда они поймут, что на них надвигается необратимая армада, неотвратимая, они просто бегут, это показали все эти КГБшники. У меня память хорошая, я помню, как там за три дня рухнул Советский Союз, причем без всякого внешнего вмешательства вообще, просто тут вопрос давления, есть ли по России, грубо говоря, нанести одновременный удар, такой, который просто даст им понять, что Путин не устоит и военным, и невоенным, и кривым, и косым, и курянам, и петушанам, там, и всяким кому угодно, вот, они просто закроются дома. Это их обычное поведение. Я помню, как, я просто люди, мы, пацаны, зашли в обком партии в городе Тамбове, где я жил, и просто открыли двери, сторож, там, старый ФСБшник, РКГБшник такой сказал, ну, забирайте, что хотите, типа, мы ничего брать не хотим, дайте нам пару кабинетов для нашей независимой газеты. Он говорит, ну, берите. Ну, нас, правда, новая власть оттуда, конечно, выселила, потом, демократическая, потому что обком партии есть обком партии. Но сам факт, что власть, вот, просто, они все будут сидеть по домам. Вот такой Курск размером с Россию. Не будет никаких, там, никаких этих баррикад, никаких коктейлей молотов, ничего не будет. Они же все прекрасно понимают, что они совершили преступление. И эти, которые бегут, они прекрасно понимают, что они бегут-то. Они бегут, они думают, ну, мы же знаем, что творили в буче. Сейчас украинские военные придут, нас тут всех поубивают. Украинские военные, правда, никого не убивают, но у них правильное ощущение, что они виноваты. И если, грубо говоря, они видят, если представить себе вот такую операцию, что 300 самолетов НАТО там разбивает им весь фронтлайн, разбивает им все эти радары, все эти, слепляют их, оглушают. И что ты думаешь, эти будут в окопе сидеть, досреливаться до последнего, что ли? Нет, они не будут. Ты знаешь, вот давай представим, что вот те россияне, российские мужчины, которые бегут с Курщины. И они будут также бежать, естественно, со всех остальных областей. Вот представим, что они вне политики, они верили пропаганде, они верили, что в Украине нацисты, они верили, что... Несчастные, злые дети. Да, ну Украина — это часть территории России, ну просто вот взбунтовавшись. Значит, они не понимают, почему вот сейчас украинская армия напала на их, как они говорят, знаешь, как они говорят, исконные территории. То есть есть новая территория, есть старая территория. Зетблогеры вот именно такую терминологию, кстати, используют. Исконные — это Москва и область, но не вся, но не вся. Исконные — это вот это вот, международно признанная российская территория, а новая территория — это вот эти вот четыре области. Ну это зетблогеры так говорят, у них, очевидно, как бы такая команда. Но суть в чем? Вот представим, эти люди, обычные россияне, так их назовем, которые искренне думают, что сейчас идет нападение на их страну, ни за что, ни про что. А нас за что? Но они убегают, то есть они не защищают свою страну. Но они знают, за что, значит. Вот представим, они не знают. В большинстве своем, я думаю, в большинстве своем они привыкли либо как бы специально отодвигать от себя этот неприятный момент, что они на самом деле имперцы-шовинисты, которые поддерживают убийц, да, либо же они искренне заблуждаются, таких тоже хватает. Вот представим, но они воспитаны при этом на мифе Второй мировой. Деды воевали, страну защищать и так далее. То есть они, получается, что? Они трусы? Нет, они нормальные люди, думающие жопой. Помнишь, спинным мозгом чую, блондинка. Знаешь, вот они спиной все чуют. Это очень спинно-мозговой народ. Вот все, что со спиной внизу, это то, что на самом деле работает. Вот эта исконная территория, она будет все время сжиматься от страха. Вот сжиматься, сжиматься, вот так сжиматься. И в итоге сожмется до такой вот дырки, если останется где-то с Москвой. Мы же помним, что Можайск это была уже не Москва. Когда-то не Московия была. Это 80 километров на запад. И Курск это, конечно, никакая не Московия. И там все по-украински реально говорят. Ну, там реально говорят по-украински. В селах. Здесь это суджи. А, кстати, мне сказал человек из Курской РОНО, что у них в Курской области, вот Ю-Ю Курской области, назвали хохлами, извините. Просто, просто сказали. И суджи, да, это хохлы там уже. Ну, вот так вот, да. Ну, 60% на украинском говорило раньше, 100 лет назад. Ну, в селах и сейчас. Да, нет, ну, это реально территория. Ну, а не фрикативное АГЭ. Африкативное АГЭ, оно и в Тамбове, на самом деле. Хотя там Украина не пахнет. Там уже территория оккупированных этих финско-угорских народов. Но это опять такая история про... Про что ты сказал? Про то, как они будут защищаться? Да, да, да. То есть, понимаешь, почему они, получается, что же? Они, получается, сам себя предают. То есть, подожди, они столько лет рассказывали парады, победы, деды. Понимаешь, вот эти вот георгиевские, колорадские жучки у них вот тут. И тут, и тут они все бегут. То есть, а как они, вот они бегут и плачут, получается? А другие над ними смеются. Говорят, он, побежали. А еще говорят, мы их переселим на оккупированную территорию Запорожской области. То есть, смотри, просто в гетто. То есть, вот вы, а вам не повезло. Курская область захвачена. А что бы вы тут не отсвечивали? Это как помнишь вот этих самоваров, которые без рук, без ног, ветераны войны. Называли их самоварами, презрительно уже. Когда ты ветеран войны называешь самоваром, это уже вообще не страна. Ну, после войны вот эти люди без рук, без ног. Или без ног просто там, да. Где же всех в лагеря, а они там все померли. А эти зла сдало из Курской области. Давайте в Запорожье отвезем. Чтоб только их россияне не видели. Как будто это в Курской области не было никогда. Так, знаешь. Раз, и типа мы не видели. То есть, цель вот такая, ты считаешь? Конечно. Чтобы изолировать людей, которые, кстати, записывают ролики. Путин, помоги. Так нет, ну они и будут писать до конца. А потом будут Зеленский, помоги. Но просто, когда они поймут, что их царь Зеленский, они себе придумывают царя из кого угодно. Вот там комендант Москалев. Они скоро к нему будут записывать ролики. Как сказал Андрей Гаврилов, говорит, что когда захватят Москву, надо коменданта Жоподралова назначить. Ну раз уж так любят. Не выучат любую фамилию. А это красиво. Гаврилов молодец. Он умеет эстетические вещи придумывать. Но вообще, они же все живут, смотри. Они все подвешены на самом деле на... Они живут в Матрице. Вот почему фронт посыпался? Вот практическая история. Нет связи. Обрубили связь. Фронт посыпался, да? Вопрос. А что будет делать рядовой представитель анти-населения Земли, если вдруг прекратится... Вот представляешь, сидят они телевизор. Вот на самом деле это реальный шок. Вот сидит она там или он. Кстати, был кадр прекрасный. Как русский террористический солдат, там принудительная эвакуация бабуси какой-то там, с какой-то деревни. И он заходит и говорит, бабуся, выключай уже телевизор. Все, пошли, поехали. Надо вас эвакуация, выключайте. Она все сидит, в телевизоре все хорошо. Не надо никуда эвакуироваться. Все нормально. Все идет. Ток-шоу, там, эти, убей украинцев, там, я не знаю, поле чудес, в стране идиотов, там, все идет. Ничего не... Мы вот слабо себе представляем, но когда 40 ток-шоу в день по разным каналам, вот разных, да, о дебилевших, исторических, вот этих дебильных, о Соловьевских и так далее, вдруг представьте, что их нет. Вот просто их нет. Вот отрубить, вот если был отрублен от связи, допустим, вот Дальний Восток, вот отрубить их от связи и объявить китайскую администрацию. Потому что на ломаном русском языке сидел генерал китайский, и на ломаном русском языке китаянка говорила, гражданам больше трех не сапираться, там вот это все. С троем будут ходить, с троем. В КГБ, в местном ФСБ будет только один вопрос, где взять Китай, когда ждать китайского генерала, чтобы и кто из них говорит хоть слово по-китайски, чтобы нам вот виски будете, там или джин, вот как-то вот встречать-то надо как-то, да. Вот и когда они не увидят Путина на протяжении больше, чем трех дней, России нет. Вот это правда, это не шутка никакая. Вот на самом деле гениальная спецоперация состоит в том, чтобы оглушить ПВО. Вот от американца имеют такую технику, они просто и не дают. Просто не хотят. Да, когда-нибудь дадут, и вот тогда эта операция против России займет три дня. Даже не две-три недели, потому что их вопросы, и победа над ними, это вопрос их деморализации. Вот грубо говоря, выводится из строя вся их вот эта связь, ну то есть вот все, они включают телевизор, а там ничего. Три дня ничего, а потом появляется Зеленский и говорит, дорогие россияне, вы знаете, России больше не существует, на этой территории осуществляется управление силами союзных армий, значит, вот телесектор Польши, Польша и Литва, это, кстати, как раз Калининградская область и Беларусь, кстати говоря, вот, значит, оккупационные зоны и все, и говорят, ну вот так случилось, и что ты думаешь, они пойдут, они первым делом начнут искать виноватого, Z-блогеры, ну кто сразу не убежит и не превратится в женщину, там и как далее, они начнут искать, кто из них первый предал родину, кто виноват. А я давно предупреждал, что будет поражение, я давно говорил, что Украина победит, они будут первые выскакивать с миской привычно, новый хозяин, ну корми меня, а что, понимаешь, то есть вот, я в них не вижу никакого запаса такой, нет, конечно, кто-то будет взрывать, конечно, там мы врага не недооцениваем, они сильные, у них много всего, но их главная сила не в количестве ракет, корейских или не корейских, их главная сила в ощущении того, что у них есть хозяин, и хозяин их ведет правильной дорогой, а вот когда, либо дорога, это просто вот тупая смерть для всех, или хозяин уже никуда не ведет, а он пропал куда-то, вот три дня достаточно, три дня, это была история со Сталином, когда на третий день после того, как Сталин потерялся, когда думали, что Сталин бежал из Москвы, начались сразу еврейские погромы, ограбление заводских касс, и так далее, и так далее, и если бы это еще продолжалось пару дней, там Гитлеру не надо было бы ни с кем воевать, они просто, эту Москву просто освободили бы сами, и сами бы в другую перерезали. Ну, Сталина спасли Соединенные Штаты, это понятно уже. Вот, а по поводу Путина, ты знаешь, он ведь на самом деле практически пропал, вот, я его вот эти три недели, две недели не вижу. Пал, в смысле вне холодильника лежит где-то? Слышь, я не знаю. Он обычно в холодильнике лежал у Соловья. Иногда да, ну, наверное, да, наверное, он там... Кто в холодильнике полежит, кто-то, да. Наверное, наверное, он прячется там, вот, он вот вылез из этого холодильника пару раз, вот на совещании, и выглядел бы очень плохо, то есть он такой красно-серый, ну, невеселый такой уже, да, уже, уже до коммунизации в суджу пришла, где Ленина снесли, то есть, да, вот, а он обещал до коммунизации в Украине сделать. Что с Путиным, как ты считаешь? вот, прямо источники говорят, что начальник в плохом настроении. Я не знаю, какие источники у тебя, честно говоря. Нет, сами эти, зетблогеры. А зетблогеры? Да, со ссылкой на... Вот видишь, идет десерализация пахана, это главное, о чем я говорю, десятилетиями, вот, 10 лет точно, что у них главное, и когда они видят, что их пахан не всесильный, они тут же начинают искать нового хозяина, тут же, они тут же начинают, ну, понимаете, Акела промахнулся, но это же, это же для них естественно, абсолютно. Вот это поиск, что вот он слабенький, они сейчас начнут его клевать, насколько это возможно. Я уточню, это было, кстати, в The Moscow Times, в издании, которое уже признано, я не помню, по-моему, иностранным агентом или нежелательным организацией, то есть, высокопоставленные чиновники из правительства сказали The Moscow Times, что шеф в плохом настроении, что он таким не был давно... Отдрючил их, да? Нет, просто в плохом настроении, и такого плохого настроения у него не было с момента, как выводили войска из Херсона. Вообще, вообще, конечно, Путин очень такой нерефлексирующий фюрер. Но ты же видел его лицо, как он на свечи. Он, конечно, злодей, но на Че Гевару он не тянет. Он такой какой-то, да, понурый какой-то, унылый. И унылый, обычно он такой борзый, обычно хомовитый, такой, как бандит любой, да, он такой, с нахрапом, с анекдотиками такой, да. Но когда ситуация ухудшается. Знаешь, что обидно? Вот я сейчас подумаю, вот жил, жил Путин, да, и все хорошо делал для своих этих рабов. И зарплата им огромная, и все, что хочешь, да, и любовь народная, и все есть, да. Вот представляешь себе сейчас, все это, он даже, настолько скромный, он даже ни одного памятника себе не увидел при жизни. Вот скромняшка, и грустно, что вот памятники Ленину сносят, а его даже памятников нет, даже нечего снести, то есть от него не останется даже там следа. Ну, может, есть где-то один-два. Ну, может быть, в Грозном, но там, я думаю, они снесут его сразу. Ну, просто сам Кадыров подойдет, разобьет ему голову. Я просто думаю, что за Путина не выйдет вообще никто. Ну, вспомни поход Пригожина, слушай, ну, Пригожина действительно поддержали, тогда и вот эта вот швенистическая масса Путина, ни один человек, никто за него не вышел, вообще никто. Так и не выйдет. Вот показатель, вот Курский тест. Это нормальный, настоящий тест, в том числе, морально-психологический. Украинцы все, вот кто нас смотрит в Рейхе, просто смотрите, ну, нормальные люди, можете ненормальным рассказать так аккуратно, да, не привлекая внимания санитаров, что украинцы все неудумевают, как так получается, что русские простые и непростые, они вообще не оказывают никакого сопротивления, как эти мамки пишут, а у нас сын призывник, а зачем ему послали на войну, а ты куда его отправила? Это что был, пионерский лагерь, призывник, а он призывник куда? В общество защиты сусликов, что ли, в Курской области? Нет. Ты же его отдала в армию, он форму надел, присягу дал. Теперь они выясняют между собой, кто из них хуже, кадыровцы или призывники? Мамы могут сказать, что в России призывное рабство, она не хотела отдавать, но забрали. Да-да-да, звучит похоронный марш. Но знаешь, в России, чтобы откупиться, там всегда откупались, всегда. Это просто, вот я уверен, что и все вот эти несчастные призывники, это те, которых мамки провожали со словами, иди Родину защищать, если что ты, у них у всех открыточки, вот посмотрите их телефоны, там у всех открыточки, поздравления с 23 февраля, ты защитник отечества. Нет, ну это абсолютно не рефлексирующий. Сегодня Маша защитница отечества, а завтра шлюха вокзальная, что это такое? А завтра девочка ни при чем. Так смотри, Гурулев, вот этот их известный, это пропагандист, генерал Электоун, он же недавно сказал, подождите, Габриэль, а срочники, это же такие же солдаты, вот во Вторую мировую войну воевали. Вспомнил. Вспомнил, Вспомнил, А этот, но самый лучший тролль, значит, запомните, честь развала России будет принадлежать человеку с очень странным именем Апти Аронович, как его? Ну, Алауддинов. Фамилия? Алауддинов. Алауддинов. Да, вот, его уже, не знаю, как называют, и Аладдином, и, может быть, мне кажется, он и ВСОРом. и Алифтиной, я не знаю, но он молодец, он мне реально нравится, он реально, реально такой, их тролли по полной. Он сказал, вот буквально, перед тем, как мы сели записывать интервью, вышел, видео он сказал, он, во-первых, сказал, действительно, что если призывники, вы что русские, не хотите Россию защищать? Вы что русских народных сказок не читали? А почему это Ичкирицы должны делать? Вот объясними, пожалуйста. О, ключевой момент. Значит, он резонно говорит, а вы что вообще, а вы тут, Курская область, это что, это что, улуз что ли, Кадыровский? Ну, в принципе, да, но нет, но формально нет, и он говорит, ну, а как вообще, ну, он молодец, он тролль высочайшего уровня просто, он совсем не дебильный, прямо он нет, он, конечно, преступник, террорист, но дебильности там нет, это как вот Гиркин, он преступник, террорист, там пожизненно сто процентов светит, да, но при этом он не дебильный, и он, он палач, он пытался, ну, короче, они все вот одинаковые, да, но на этом фоне, вот эти, эти такие тварюги, они умнее, чем в целом стадо вот это, да, и о них троллят зачетно, так если сказать, по-молодежному, и он, он сказал, говорит, мамочки, а что вы переживаете за ваших призывников, они попадут в рай, отвечают, да, все. Так и сказал, кстати, это цитата, да, не, ну, он много, много наговорил за эти дни такого замечательного, что становится, мне понятно, например, что прямо поддерживает украинскую армию, я объясню, дело в том, что взятые в плен ребята из Грозного, это серьезно, они говорят в ответ украинским военным, говорят, ребят, вы молодцы, вы защищаете свою родину, ну, потому что они видят, как украинцы воюют, да, а что, а что же вы пришли-то на нашу землю, да мы, говорит, честное слово, мы не знали, помнишь, это вот начальная, и тут за кадром, вот это смех, да, ну, это уже не смешно, мы были на учениях, что еще было, на рыбалке-то было, я не знаю, он говорит, жена из дома выгнала, что случилось? Я не знаю, говорит, я не знал, что меня отправляют, куда он там, на войну, какая трагическая случайность, а когда ты 23 тысячи долларов, или 30 тысяч на карточку получал, ты думал их тебе просто за красивые ягодицы дали, или за что, или за то, что ты хорошо пострижен в барбершопе, как думаешь, а вот сейчас вот, произошел какой-то момент дискредитации Путина, или это не важно вообще, как к нему относятся внутри страны, и важны какие-то другие вещи вообще? Ну, конечно, произошел, но, блин, они могут это не говорить, но Путин, который говорил, ни пяди там, земли, ни капли в рот, ни сантиметра там, и так далее, ну, там уже метр, уже все, уже просто погланды, все, как бы вот, такая линейка украинской армии зашла, с проворотом, и что? Ну, где-то ядерная война-то твоя, как с чего мы и начали, но они-то, понимаешь, в чем дело? Они-то видели в Путине, и пропаганда создала образ, вот такого Ивана Грозного, Сталина, а он не Сталин, он и, как бы, они бы и хотели, на самом деле, это что мы, что большинство россиян, действительно, разочаровались в Путине, но разочаровались с другой стороны, они разочаровались, не за тем, что хотят там Илью Яшина себе в президенты, а потому что хотят Гиркина, они хотят какого-то брутального убийцу, который уже устроит ядерный взрыв, но правда, когда ядерный взрыв будет у них на территории, они будут кричать, за что мы, мы так и не договаривались с вами, товарищ Гиркин, ну понимаешь? Ты думаешь, Гиркин мог бы устроить ядерную войну? Он, кстати, ты заметишь, даже из тюрьмы, но находит возможность, значит, так сказать, отлить свою каплю яда, значит, на душу Путина, он говорит, что вот сейчас украинцы F-16 получат побольше, да, и они с помощью F-16 проведут операцию уже в Крыму теперь. Никому только не говорите. Ну вот, очень догадливый чувак. Это настолько, я называю такие вещи, тайна Поля Шинелькина, знаешь, это для умственно отсталой школьница, вот все это. Ну, такой великий стратег Гиркин, он думает, что Украина будет освобождать Крым, конечно, будет. Платон Бесенин задницей чувствует уже, наверное, уже не в Севастополе, но все должны держаться, вы, главное, держитесь там, друг за другом, вот, желательно. Так, может, он прикидывается, никаких ядерных взрывов бы не было и при Гиркине, у меня такое ощущение, что они все хотят ядерной войны и требуют от Путина нажать красную кнопку до тех пор, пока они непосредственно не отвечают. Вот как только возникает вот реальная опасность. Ну, тут уже выяснилось, что на самом деле в чемодане, который носят за Путиным, тут там никакая не красная кнопка, а коричневая не кнопка. И на самом деле, я думаю, что никто в реальности не знает состояние, а может быть, что еще хуже для них, они знают реальное состояние своих ядерных сил. И когда у них, извините, кабы падают просто так, по 70-80 штук на свою территорию, ну, а уронить одну ядерную бомбу на свою территорию, мне кажется, хватит, нет? Ну, достаточно будет. Да, и, ну, собственно, да, так оно и есть. Потому что, я думаю, что никто не проверял. Никто не проверял, это очень все дорого. Просто я вспоминаю, как украинцы вылупили, как минимум, две станции радиолокационного наблюдения за горизонтного уровня. Это часть стратегического сдерживания, ядерного сдерживания. То есть, уже тогда было понятно, что что-то не то. Сейчас они на куры скашли. До этого они, значит, Знаешь, что такое русское ядерное сдерживание? Сдерживание, знаешь? Это вот, когда тебя дрючат, сдержаться, чтобы не заплакать. Вот, они это сейчас исполняют очень сильно. Потому что, ну, какая ядерная война? Он понимает, что в любой ядерной войне, да и Гиркин, ну, Гиркин точно умнее Путина. Он хотя и маньяк, но они все не самоубийцы. Гиркин убийца, но не самоубийца. Путин убийца, но не самоубийца. И они понимают, что если они начнут ядерную войну, ну, смотри, окей, да без всякой ядерной войны. Вот, ЗСУ зашли в Курскую область. И кто же у нас поддержал Россию в этой ситуации? Две страны. Сирия и Северная Корея. Китай? Очень интересный, кстати, момент. Все, да, ничего. Как думаешь, почему? Китай, главный союзник России, ни слова не сказал. потому что Путин, видимо, они видят, они считают его, наверное, уже опущенным. Наверное, они где-то там проанализировали, что, ну, как бы, ну, победы ему не светят. А раз нет победы, ну, надо как-то потихонечку отползать от этой всей ситуации. И заметим, не вот эти подонки, президенты Бразилии, всякие там, иньи, вот эти муди, которые едут в Киев, представители людоедской части мира, которые там покупают 100-100% нефти, 1200% русской нефти сейчас покупает. Какая там Венгрия своей пипирочкой подсасывает, там, что там, бах-бах-бах-бах-бах-бах. Вот Индия, да, реальный союзник, да, но, но и он уже, уже едет в Киев, он уже хочет, он уже вот все свои яйца, вот, вот в том курятнике, он уже не держит, потому что они понимают, то есть удар по Курску, это такой, знаешь, это вот такой, это предварительно, ну да, потом будет удар по Крыму, и тогда все уже поймут, что, и внутри, и снаружи. И тогда уже все эти генералы ФСБшные будут думать, там, а где у меня дача, когда у меня последний раз было, сердечное давление повышалось, вот, что я аж ходить не мог, да, после пьянки, там, в сауне. Давайте я полежу, знаешь, что все ФСБшные генералы, и все вообще генералы, были на больничных в августе 91-го года. 19-го, 20-го, 21-го августа они все были на больничных, они все принесли справки, что мы, конечно, должны были с Родину защищать, но, видите, как экзамены сессии, да, пришлось, пришлось лечь, значит, на стационар. На стационар, да, подключиться, так сказать, к капельнице, вот, ну, потому что, ну, у них это так работает, они же все на самом деле понимают, ну, кроме, может быть, детей, которых они зомбировали, что на самом деле это все фуфло, они жили, всю жизнь живут в фуфле, они строили коммунизм, знали, что это фуфло, ну, кто верил, умственно отсталый только, ну, и дети опять же, да, потом, значит, этот начал им пихать, ну, и они верили, реально, они верили до Киев за 2-3 дня, потом они стали меньше верить, и просто злость, еще больше злости, еще больше злости, а сейчас они понимают, что и никакой ядерной войны-то не будет, и все эти ядерные пугалки, это только купленные Путиным товарищи, освещают, потому что, ну, это такой риск, это, ну, слушай, пока у него есть возможность жить, он умирать не будет, ну, вот останется он без Крыма, но живой, это, это, это что, лучше, чем без Крыма и мертвый, что ли, ну, хуже, чем без Крыма и мертвый. Да, 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 конечно, то есть, я тоже не понимаю, то есть, если бы у него вопрос стоял, как бы сказать, между жизнью и смертью, да, то, и он бы еще, может подумал бы про эту красную кнопку, но вот на данный момент, то есть, его очень грамотно ведь унижают, на самом деле, да, как бы забирают Курскую область, но личную резиденцию не трогают, Москву пока не бомбят, хотя, я думаю, это еще впереди, и все обязательно. Нам это все понадобится для контрибуции, вот, и там будут санатории для, хотя, зачем нам туда, господи, нет, это я глупость сказал, там будут санатории для русской оппозиции. Почему, если над Москвой будет украинский флаг, вот сейчас вот в суд же украинский флаг, слушай, жизнь поменялась и уже стало лучше. Ну, по крайней мере, там меньше вот этих вот, этих людей стало, дышать. Меньше, да, вот этого вот всего, вот этого, и местный житель, который там остался, он уже сказал украинскому военному, повесить Путину. Повесить портрет раньше говорил, а теперь самого, да? Повесить Путину. Я не знаю, что раньше. И так повесить Путина, и так повесить Путина, да. Он, ну, я не знаю, конечно, что говорят вот те, кто уехали из суджи, да, я думаю, что у них особо никто не спрашивал, сказали вперед, или у них рефлекс работал, они же не знали, что будет там. Вот, ну, вот кто не успел уехать оттуда, вот я смотрю, это люди, которые, ну, они благодарят украинцев, они говорят, что, значит, российские солдаты, вообще все, российские улажные, бросили. Нет, не уехали те, кто не верил в пропаганде. Вот и все. И кто-то, может, просто не успел, не успел, это уже, как бы, второй вопрос. Вот важно то, что эти люди не выступают против Украины, а кто-то поддерживает, благодарят за гуманитарную помощь. И вот один из местных жителей, значит, который там проходил, спросили, а вы кто? Вот я вот просто тут живу, да, вот паспорт даже показал. И он сказал, повесьте Путину, повесьте Путину. Слушай, а все-таки, что мы будем делать с резиденцией путинской? Я вот просто думаю, как с этим быть? А они нахрен же никому не нужны. Вот. Они же все в холодных концах находятся, ну, кроме Сочи. Ну, а что было со сталинскими резиденциями? Они же у него тоже... Ты знаешь, что вот сталин резиденции напоминали собачьи будки вот сейчас у этих. То есть я был на даче Хрущева в Крыму. Сейчас там собак не держат в таких домах, как Хрущев жил. То есть они реально настолько шикарно, настолько шикарно все это настроили. И главное, я не понимаю, кому их вообще... Кто достоин в России жить в этих... Может быть, там построить... Там нужно построить сумасшедшие дома для русской оппозиции. И туда их... Но они типа в крови не замараны. А среди людей им делать нечего. Вот их там надо изолировать. И пусть вот... И все ФБК нужно посадить в тот самый дворец, где они унитазы искали. И пусть они там сидят. И пусть они радуются, что жизнь удалась. И больше никуда не ездят. Вот унитаз золотой есть. Они же мечтали, чтобы у них был унитаз золотой, как у Путина. Они же не были против того, что там у Путина золотой. Просто это не мой унитаз. И Навальный, он всю жизнь по глазам было видно, что его возмущает только то, что Путин на его месте сидит. Ну, как и Дарковского, на мой взгляд. Ты понимаешь, вообще это, конечно, очень тяжелый случай. То есть многие были разочарованы. И вот даже вот это вот, знаешь, может, ты видел это самое, ну, мем такой, где, значит, ну, Шварц, ну, в смысле, Терминатор, да. Понимаешь, он звонит, значит, потом выясняет, что нет, там, кто мачеха мертва, по-моему, да, он говорит этому Конору. Значит, так вот он говорит, типа, ну, как вы там, он говорит, снимите санкции с России. Говорит, твои оппозиционеры мертва, Да. Помнишь, что, оппозиционеры мертвы или они никогда и не были живыми, на самом деле? Никогда не были живыми. Это все какая-то подваренная история. Но это, это значит, это вот, это такие профессиональные революционеры, для которых самое главное не совершить революцию случайно. Угу. То есть не дай бог. Вот, понимаешь, это, это как, хорошо работать в пожарной охране, и машина дорогая, красивая, и форма хорошая, но он как пожар, хоть увольняйся. Так вот, русская оппозиция, это не дай бог, потому что там какая-то революция. Но они, понимаешь, в чем дело? Они понимают, что в реальности, условно говоря, режим Яшина не продержится там и двух недель. Они его просто съедят. И западу нужно только одно понять, что ни один из тех вот русских оппозиционеров, которые считают оппозиционерами, не удержит власть в России сколько-нибудь продолжительное время. Ельцин старый секретарь обкома, который мог и матом покрыть, и врезать кому-то, и вокруг такие же мордовороты сидели партийные. Они и то все в итоге КГБшникам отдали. А эти вообще, вот скажи мне, назови мне хотя бы одного русского, кто подчинится Яшину. Вот кто скажет, президент Яшин, вот даже уже тут уже жрать хочется. Или там, например, там министр обороны Карамурза. Ну это же смешно. Или кто там вот это у них это... Карамурза вот тут на днях интервью давал. По-моему, Дольч Велли, если я не шиваюсь. Но суть в том, что... Они все дают Дольч Велли. Возможно. Дольч Ви, это Дольч Велли. И вот он говорит такую вещь, говорит, что безопасная Европа возможно только вместе с Россией. А то есть безопасность нашего подъезда это если маньяк в нем живет, да? Если Россия станет демократической страной. Или вот как-то так. Ты понимаешь, я все понимаю, конечно, как бы свобода лучше, не свобода за все хорошее против всего плохого. Просто почему вот сейчас... Они уверены, что сейчас это актуальная тема? Потому что, по-моему, сейчас актуальная тема для начала. Уничтожить просто как бы главный террористический инструмент России, то есть ее вонизированную машину. Это отнюдь не только армия, это чекисты, это миллионы на самом деле силовиков. То есть это очень серьезный аппарат. Но они разговаривают как бы сказать, а на другие совершенно темы, которые, понимаешь, всю жизнь были абстрактными, абсолютно никакого отношения не имеющих к действительности. То есть они хотят, грубо говоря, перепрыгнуть, как говорил этот Маркс, через формации, значит, и сразу решать вопрос. Вот мы за демократию России. Тогда, как слушайте, у вас и ваша вот страна, которую вы так любите, она ведет войну. Уже не первую. Вы, кстати, Грузия, Сирия, до этого Эчкерия, вот Украина, сколько людей уже погибло. И вот сейчас это кульминация вот этой вот кровавой, значит, ямы, да, которая наконец-то теперь благодаря интернету всему миру стала понятна, потому что мы можем в режиме реального времени все увидеть, что она себе представляет. И мы теперь знаем, как Вторую мировую войну они выигрывали и так далее, да. Вот. Суть в чем, значит, а они говорят про демократическую Россию. Слушайте, вы хоть слово скажите про то, как помочь Украине, как деньги собрать. Вот Яшин, Крамурза, почему не собираешь деньги для украинской армии? А потом я уехал оттуда, приехал я через 10, я смотрю, он чуть постарел, но не сильно изменился. Он говорил, что то же самое и чушь нес. То есть вокруг менялось все, а он нет. И вот сумасшедший Вова или как называли там дебил, ну, унижают же всегда умственно отсталых людей, а он-то вообще ни при чем, ну, он больной просто. И он все время говорил одно и то же. Вот они напоминают этого сумасшедшего Вову, единственное, что они подлецы в том плане, что они-то умные, они все понимают. Это цинизм. Ты думаешь? Да. Это цинизм. Ну что, Краймурза, что дебильный, он образованный, он по-английски говорит, как на родном, да я думаю, еще пару языков знает. А что, Яшин дебильный? Нет. Ну, большого ума не надо, чтобы там с Сюшей Собчак водить романы. Но и не дебильный, слюни не текут, все нормально, как бы слова связывает. Но я просто считаю, что, товарищ Краймурза, а вот сколько ты сможешь держать власть России, вот мне просто интересно, вот дать тебе власть, ну вот что ты сделаешь с ней, с этой Россией? Ну вот придут они к тебе вот эти на холопе и будут как Ельцину или кому-то еще. И что ты им скажешь? Кто ты им такой? Мне вообще просто интересно, а кто они такие? Ну хорошо, сидели в тюрьме, но слушайте, много кто сидел в тюрьме. А какую легитимность они имеют в России? Вот кто их избирал? Какие толпы людей их на себе носили? Вот Путина я знаю, кто избирал, я этих людей видел, их там огромное количество. Навального видел какое-то количество, но когда Навальный приехал и думал, что его будут там спасать, не вышел ровно счетом. Он искренне, как ты полагаешь, считал, что его будут спасать? Конечно. Когда возвращался? Ну я думаю, да. Потому что иначе он бы не вернулся, ты полагаешь? Ну знаешь, или все-таки может его жена билла? Я не знаю. Тут как бы что является меньшим злом? Она же ему сказала, она его отвезла практически в Россию. Ты считаешь? Я не знаю просто про это. Ну Юля как-то в самолете не видел, как она вывезла. Ну Юля, конечно, очень жестко выстрелывает. Юля повезла. С водочкой, с этой, конечно, это было. Юля повезла, может сдавать на мясокомбинат. Сдала, в принципе. Путин, Путин, я думаю, не ожидал таких. Ну все желания должны исполняться, как бабчинка говорит. Ну ладно, привезла и ладно. Но она, как бы... Ну может она наоборот шла за ним и она просто уже так вот поддержала его? Шла, шла, но не дошла. Я же не знаю, как у них там решение принималось, кто принимал решение. То есть, может она просто таким образом высказала ему поддержку, чтобы не так страшно было? А может быть ему какие-то ФСБшные генералы, с которыми он общался все эти годы, может сказали, посиди немножко. Сейчас наш старик что-то там будет, ты будешь следующим. Обменяем. Ну нет. Не, ну его же хотели обменять в итоге. Хорошо, не важно, но посиди, набери политического веса тут, а потом будешь новым фюрером. Он мог и в это поверить. Понимаешь, хрен его знает, что в голове у человека, который брал голоса в Единой России, который, я не знаю, ходил в русских маршах. Мне трудно себе представить голову, что в голове у этих людей, которые ходят, зиги кидают и орут, там Россия для русских, Москва для москвичей, там бейхачей. Но мне, я не могу понять, что это за люди, поэтому про Навального это будет не мне анализировать. Для меня это все просто враг, ну, теперь и мертвый враг, да? А эти живые враги, но живые активные враги, которые просто врут все время. Ну, слушай, Пивоваров, Пивоваров, конечно, меня из этой компании больше всего поразил, то есть, когда его прямо спросили на интервью, а вот ты считаешь, как вот нужно относиться к украинской армии, нужно ли поддерживать украинскую армию? На что он сказал? Ну, буквально, я считаю, что вот я, как российский политик, желать смерти даже российским военным, пусть, нельзя. Ну, какой рейх, так и антифашисты, что я могу сказать? Но они выступили фактически на стороне российской армии, которая... Пивоваров, это русский нацист, это человек, который совершенно зря оттуда забрали, его нужно обратно туда забросить, и пусть он вместе со своими вагнеровцами там копошится, пусть он идет в окопы, пусть они там его, может, они его кадыровцам продадут, кстати, обвиняют на что-нибудь. Ну, вот он такой гладенький, симпатичный, чистенький, все равно вышел, вот свеженький, они таких любят. Ну, то есть, вот, если он их любит, пусть он с ними и живет. Что ты приехал на запад? Кому ты тут что рассказывать будешь? Кто ты такой? У меня еще один вопрос. А кто он такой? Наверняка какой-нибудь нацбол, но неважно, кто его выбирал? Вот, кого он присылал? Пресс-конференция... Вот, первый вопрос. Вот, пресс-конференция сидит трое людей, Извините, а вы кто? Я безработный Яшин, а вы кто? А я американский резидент, ну, в смысле, там, гражданин Великой Британии, Карамурза, прекрасно, а вы кто? Хрен в пальто, вообще не знаю, что отвечать, ну, что вот Певару про себя сказать, ну, кроме, не знаю, Великой России, там, и так далее, вот, оборвалка, что он может про себя сказать, кто они такие? И у меня вопрос просто, у кого брали интервью люди, которые, ну, это же самообслуживание, они же, одни русские приходят и брать интервью у других русских, это такой, Бобик в гостях у Барбоса, они друг друга облизывают, значит, вот это, знаешь, как собаки друг друга облизывают, они вот так могут хороводом ходить, очень долго. Ну, они бы к нам никогда не пришли интервью, мне кажется, задавать. Так нет, ну, а им не надо, у них, они же врут все время, их ложь разбивается вот так, просто, щелчком пальца. Им комфортно давать тем интервью, кто не задаст им острых и неприятных вопросов, ну, как только эти вопросы начинаются, кстати говоря, тут же видна вот вся вот эта вот, как бы, противоречивость их позиции. Но там, ну, слушай, их позиция сейчас настолько дебильная, она довела до, я думаю, сильного раздражения, например, министра иностранных дел Литвы, который практически, поликвал пост, ну, если перевести на простой язык, вы врете, просто, вылжите. Ну, да. Да, и это он не первый, он не последний такой. К ним будут приглядываться, но у меня первый вопрос, а с кем вы разговариваете? Вот их хотят продать на запад каких-то оппозиционеров, а кто это, а сколько молока дает эта корова? А эта лошадь, она вообще добежит до финиша? Или это вообще может не лошадь, а деревянная лошадка? Кто такие эти люди? Кто? Но чем заменит Яшин, кроме того, что, значит, он в военкомате работал, и Альфонс Ксения Анатольевна? Ну, кто? Я честно, я даже забыл про то, что вот Собчак, это как бы личное отношение, я просто забыл про это. Ну, мне он запомнился именно работой вот на посту человека, который в повестке. А работать партнером у главного доверенного лица Путина, это что, не работа что ли? Так это никто не понимает, самая главная работа его была. Он работал, Собчак, это главное доверенное лицо Путина. Она его наняла, видимо, ну, или как там, не знаю, как-то завела его, приручила. Мне больше понравилось, что ты сказал, ну, не то, что больше, мне все понравилось, но особенно мне понравилось то, что ты сказал про этого самого, вот, про того вот Вова, психически больного человека, да, вот, очень хорошее сравнение. Ты знаешь, у меня ощущение, что их достали, вот, и, ты понимаешь, они настолько несовременные, они настолько неактуальны, они настолько из нулевых годов, да, вот, в 2005-м, я еще мог бы понять, вот, то, что они говорят, вот, Карамурза, Яшин, Пивоваров, нет, Пивоварова я вообще не понимаю, это, я его, вот, как я его впервые услышал, я его первый раз, в последний раз, мне не хватило этого. Забудь эту фамилию, это вообще нули. Да, то есть, ноль на фоне нуля. Ну, вот, Яшин и Карамурза, да, вот, в 2005-м, возможно, они звучали бы еще как-то современно, сейчас, 24-й, третий год войны, причем уже, вот, вторая половина этого третьего года, то есть, 30 месяцев войны, понимаешь, и они вышли, они, у меня такое ощущение, что они все еще, вот, вот, у них Путин вот только пришел к власти, и, в принципе, еще есть реальный шанс на демократизацию России, понимаешь, это бред какой-то. Мне интересно, а как вот они по телефону звонят, вот они как это вот подходят, и вот так берут труппу, говорят, барышня, барышня, соедините меня с Вольным, вот они умеют пользоваться телефонами, они вообще из какого столетия, кто эти люди, они совершенно оторваны вообще от жизни, от любой, но это один вариант, потому что они просто дебильные, а второй вариант, что они играют такую очень позорную роль, я все-таки склоняюсь к второму варианту, что эти люди, которые знают, зачем они сюда прибыли, знают, что делать, сейчас они будут входить в новую администрацию Харрис, пытаться подлезть туда, как эксперты по России, будут вот это вранье рассказывать, что русский народ против Путина, но чем... Это их любимая сказка. Это чтобы Украине меньше помогали, поэтому можно над ними смеяться, можно их сравнивать, как там, с сумасшедшими, но для меня, они враги Украины, значит, они мои враги. Не враги цивилизованного мира. Но они, они, да, они хотят оттянуть конец Путина. Оттянуть конец Путина. Объективно, так и получается. Вы его оттягиваете, можете даже облизывать, но вы делаете это там у себя. А с ними тут мы будем бороться, потому что они деструктивные элементы, которые каждый день своей жизни увеличивают количество погибших украинцев. Вот и все. Как думаешь, а Запад вообще всерьез их воспринял вот после этих умященников? Я не думаю, что воспринял чуть-чуть. Потому что мне не показалось, что они какой-то резонанс создали. Ну как нет, но вот там, ну хотя ты знаешь, я думаю, что... Кажется, так местечко все это изучит. Серьез уже, всерьез, я надеюсь, что всерьез на них уже не рассчитывают. Но просто в Америке, к сожалению, есть достаточно людей, главным образом в Америке, которые вот эту мантру про хорошую Россию продвигают. К сожалению, их достаточно. Мне кажется все-таки, что, конечно, сейчас все внимание на президентские выборы в США. Харрис или Трамп. От этого зависит на самом деле... Мне кажется, я могу, конечно, ошибаться, мы же не знаем, как оно было бы и как оно на самом деле там... Потому что предвыборная риторика это одно действие, но тем не менее, тем не менее. Вот пока выглядит все так, что очень многое зависит от того, кто будет победителем. Вот ты сейчас, как ситуацию видишь? Ну, в данный момент, ну, опять, мы в промежутке находимся перед дебатами. Дебатов не было. А немного могут решить? Показали же дебаты Байден-Трампа, что они много решают. Но тут уже, это уже бой, как бы, когда Рубикон за спиной. Тут уже никто не снимется никуда. Тут уже все. Это уже до конца. Ну, посмотрим. Я просто призываю всех, кто там в Америке живет, не верить пропагандистам за Трампа. Трамп никогда не любил Украину. Он всегда говорил только о том, что Путин его друг. Ну, как бы, для меня его репутация понятная. Ему нельзя дать вернуться к власти. Ни для Америки, ни для мира. Потому что, ну, вообще, послушать его речи, это какая-то вообще бессвязная. Ну, я не знаю. Значит, тогда будем считать, что в Америке пришли к власти идиоты. Ну, и они там устроят че-то и что. Ну, это на мой личный взгляд. Может, там кто-то ищет в куче говна-жемчужины и говорит, что Трамп там какой-то сделает все правильно. У меня один простой пример. Судим по делам. Трамп сказал, что он уничтожит, то есть он сделает так, что угрозы миру со стороны КНДР не будет. Сейчас КНДР крупнейший поставщик оружия России. Вот и все. Вот и все его слова. Он скажет, ну, при мне же этого не было. А мне на все найдется. Нет, он-то скажет, но мы же не с девилом разговариваем, мы же не с ним разговариваем. Он, понятно, ему надо выжить, ему надо в тюрьму не сесть, по возможности. Но сядет, к сожалению, я думаю, не сейчас, так потом. Ну что ж, Айдер, спасибо тебе большое за эту интереснейшую беседу. Как ты верно заметил, мы ведем эту беседу в промежутке. Но согласись, что ощущение и настроение у нас на этот раз уже другое, не то, которое было у нас, когда мы с тобой до этого интервью проводили. Фон совершенно другой. Вот это, мне кажется, самое главное, что сделало Украину. Ну потому что, потому что, потому что главные люди в этом мире это Збройные силы Украины. Все. И там вся дипломатия, там вся аналитика, там все. То есть, они меняют мир, все остальные под них подстраиваются. Очень смешно сейчас выглядят все аналитики, которые предлагали Украине сдаться, отдать территории и так далее. Я вообще предлагаю запоминать, кто это все делает, чтобы потом сделать выводы. Это говорили и так называемые хорошие русские, и в Украине таких тоже хватало. Ну, как минимум, если мы говорим об аналитиках, то это как раз таки показатель качества и квалификации. Я считаю, что большая часть аналитиков и на Западе, и где бы то ни было, на самом деле обанкротились в рамках вот этого, я бы сказал, эпохального столкновения между демократиями и автократиями. И обанкротились не только аналитики, обанкротились на самом деле и подавляющее большинство и западных лидеров, и команд западных лидеров, которые их обслуживают. Западные правительства, западные, не западные, вот все, кто ходит... Ну да, тут с одной стороны коррективный Фрэнсис Фукуяма, розовое будущее и так далее, а с другой стороны вот эти фантасты русского мира. То есть одни идиоты допустили, что другие идиоты портят жизнь нормальным людям. Надо всем нам возвращаться в сознание, надо выбирать нормальных людей, невменяемых, везде, во всех странах мира и прекращать уже играть в собственные жизни, в жизни своих детей. Русские показали, что шутки вот в этом мире, ну этот мир серьезный, это не мир Барби, который можно там в углу собрать, разобрать, переделать. Вот это все стоит жизни огромного количества. Быть дураками это очень дорого. Пора взрослеть. Ну что ж, спасибо дорогим зрителям за то, что остаются с нами. Мир и здоровья всем и слава Украине. Всем войны, победоносной войны против русского рейха. Русский рейх будет разрушен просто потому, что иначе это человечество обречено. Друзья, спасибо за то, что остаетесь с нами. Мы к настоящему моменту собрали уже 19 тысяч евро для двух групп Сил обороны Украины, новой бригады ВСУ, а также для спецгруппы ГУР. Первым необходимы различные инструменты для того, чтобы обеспечить себе позиции, а вторая нуждается в автомобиле для выполнения специальных задач. Перевести пожертвования можно через благотворительную организацию Hoplon Foundation. Реквизиты ее я даю в описании к этому видео. Банковский счет, а также PayPal счет. Скрины нашего банковского и PayPal счета на ваших экранах. Подтверждение того, что у нас именно сейчас уже 19 тысяч евро. Друзья, пожалуйста, не путайте мой личный PayPal, точнее говоря, PayPal New Seder с PayPal организацией Hoplon Foundation. Если вы переводите помощь именно для украинской армии, пожалуйста, переводите именно пожертвования на счета организации Hoplon Foundation. Благодарю всех, кто помогает каналу New Seder, поддержать наш канал, который существует в значительной степени благодаря вашей помощи, можно через ресурсы, ссылки на которые найдете в описании к этому видео. PayPal, Patreon, Bami, кофе, банковский счет с реквизитами. Супер спасибо от YouTube, в виде отдельных кнопок под каждым нашим роликом. Спасибо всем, кто помогает вооруженным силам Украины и главному управлению разведки Украины. Ваша помощь спасает жизни и обеспечивает украинцам как оборону, так и наступательные операции. Мира и здоровья всем. До скорого.